Накануне этой лекции на фейсбуке я тоже провел прямую трансляцию и провел такую аналогию, что каждый человек, сознательно или бессознательно, он стремится к счастью. Счастье по ведическим терминам – это состояние из трех составляющих. Это сад читананда, это блаженство, знание и бесконечность. Ну, бесконечность, душа, конечно, наша бесконечно живет, но тело конечно, блаженство в повседневной жизни мы, конечно, испытываем, но оно что, короткое, да, например, вкусно поели, но потом надувается живот, уже кушать не хочется, уже тяжело, может быть, да, и так с любым делом. Счастье – это оно, его немного, оно довольно быстро заканчивается. А вот знание, знание можно и нужно развивать, совершенствовать, приобретать, общаться с разумными людьми, с опытными людьми, с счастливыми людьми, которые могут рассказать, поделиться, как же быть счастливым. И скажу по опыту, что счастливые люди болеют намного реже. Да, уже медицина наша официальная признала, что психическая система неразрывно функционирует с эндокринной и иммунной системой. Так и называется сейчас ПНЭИ – психо-нейроэндокринная система. А когда я еще учился в университете, то мы учили эти темы отдельно. Так вот, если человек не знает, как быть удовлетворенным, счастливым, то у него постоянно будет сбои в иммунитете, сбои в гормональной системе, снижение метаболизма, разные заболевания будут приходить. Ну, а вот эта информация, что я им говорю, я вообще считаю, что это, ну, как ликбез, это должно преподаваться вообще в школах, в детсадах. Что только не учат нас в школах, какие-то очень сложные вещи, которые мы не используем сейчас в практической жизни. Но о том, как у нас есть тело, у каждого тела, как им правильно управлять, кормить, биоритмы, очищать, почему возникают болезни. Человек, когда ко мне приходит пациент, и большинство из них, они не знают свой диагноз. Потому что это вообще большая сейчас проблема в медицине установить точный диагноз. Настолько много факторов, причин, с каждым годом количество заболеваний по всемирной организации здравоохранения увеличивается. И человек это беспокоит, он не знает, а вдруг это онкология, а вдруг это неизлечимо или вообще что делать. Потому что все, что он делает, это симптоматично, оно не убирает проблемы. И вот когда человек, даже я на диагностике провожу, рассказываю ему, даю знание о том, что реально, истинно в нем происходит в теле, он успокаивается. Часто такая фраза хорошая, что правильный диагноз – это 50% успеха в лечении. Поэтому болезням, ну, это каждый человек, к сожалению, так в мир устроен, что мы сталкиваемся со страданиями, с болезнями. Так вот, лучше к ним подготовиться, лучше сделать все от нас зависящее, чтобы они не наступили. Вот. То есть не просто достаточно купить медицинскую страховку и себе успокоиться, удовлетворять свои чувства бесконечно, надеясь, что, ну, что-то случится, меня заберут в больницу. Но здоровье – это же не только, когда ничего не болит. Это когда просыпаешься утром, и есть энтузиазм, есть радость, есть интерес что-то делать, много сил хватает и на работу. Потому что когда у человека нет сил, то все остальные удовольствия в жизни, они теряют свой вкус, да, теряют свою красоту. И что интересно, вот ученые проводили исследование, что взяли, выделены отдельные клеточки, там были клетки миокарда, то каждый ресурс клетки на самом деле огромный, он составляет 500 лет. То есть если клетку выделить из ткани, поместить в идеальный раствор, в идеальные условия, она может работать около 500 лет. Ну, в целом, если брать ресурс организма, это 100-120 лет нашего тела. Даже слово «человек», да, в переводе как «чело» – лоб, голова на век, то есть на 100 лет. Вот, но наши люди в наше время умудряются сокращать свою жизнь до скольки. Напишите в чате. Ну, чуть ли не в половину сокращать свою жизнь, полтора раза. То есть сейчас продолжительность жизни мужчины в Украине где-то 55 лет, женщины 60 лет. И из-за чего это происходит? Ну, из-за того, что ресурс расходуется быстрее. Это как вот на машине ездить, но не выполнять рекомендуемые производителям рекомендации по замене масла, фильтров, проводить проверки, чистки двигателя разные, инжекторов и так далее. То, конечно, даже относительно нового автомобиля, он быстро выйдет из строя. Наше человеческое тело – это такой же биомеханизм. Он намного еще сложнее. И только люди уже после 40, может, 50 лет уже начинают интересоваться, как же продлить жизнь. То такой хороший совет, что не ищите способ продлить жизнь, а перестаньте ее укорачивать. То есть это намного и дешевле, и проще, и понятнее, как не укорачивать свою жизнь. Существует сейчас два таких подхода. Это западная медицина. Она в основном, она, конечно, удобная. То, что человек дает быстрый результат, и, в принципе, от пациента ничего особо не надо, кроме как сделать инъекцию, выпить таблетку, лечь в больницу. Она, конечно, помогает, но очень часто болезнь переходит в хроническое течение, и возникает синдром хронической утомляемости. То есть вроде бы человеку резких болей нет, но и здоровья нет в теле. Восточный подход – это когда врач, конечно, дает лекарства, но вместе с этим он объясняет человеку, какие привычки он должен изменить, чтобы снова не вызывать повреждения или перенапряжения органа. Конечно, это уже нужна воля пациента, чтобы он что-то изменил в своей жизни. Как говорят психологи, самое сложное в этой жизни – это изменить себя, изменить свой характер. Поэтому не все люди это могут. Поэтому вот на этом сегодняшнем вебинаре приходят, я думаю, люди, которые или слушают, хотя понимают это, понимают, что нельзя купить, просто пойти в аптеку, таблетку съесть, и все, и стать здоровым. То есть это иллюзия, об этом еще говорил Академик Амосов, что хирург, который проработал всю жизнь и прервал сердца, и уже в конце своей карьеры он переместился больше в профилактику, и говорил, что операция нужна, но надо тренировать человека, надо, в общем, тренироваться, постоянно тренировать свое тело и соблюдать режимы. Понятно, у наших врачей в больнице, я сам работал в больнице, на каждого пациента выделяется до 10 минут времени, и нет времени все это рассказать, пациент что делает, что-то сам в интернете подсчитывает, но все равно, я считаю, нужен наставник, который авторитет нам расскажет, поможет, подскажет. И вот подробнее о натуропатии, это биомедицина или оздоровительная медицина, она уже существует тысячи лет, наши предки ее использовали, то есть она уже давно известна, и вот в Аюрведе это медицина восточная, рецептом уже тысячи лет, которые уже проверены временем. Нашей же фармакологии, вот тем препаратом химическим всего лишь 200 лет, то есть хоть она и называется традиционная сейчас, но на самом деле она следовало бы ее назвать нетрадиционной, потому что по длительности использования в человечестве она совсем молодая. Но даже используя фармакологию, хорошо, от нее не уйдешь, но добавить еще натуропатию и намного улучшается и прогноз жизни пациента, и течение заболевания, то есть уменьшается хроника, хронизация, уменьшается дозировка препаратов, человек меньше тратит денег. Ну и вообще вот, кто сталкивался с какой-то серьезной проблемой, это может быть или там онкология, или хроническое заболевание, он ощущает на своем кошельке, насколько это дорогостоящее в наше время, лечиться, лежать в больнице. Когда человек лежит в больнице, он уже не может ходить на работу. Сейчас в Украине медицина еще относительно бесплатна, но на самом деле все равно надо за все платить, за пребывание в больнице, за препараты. То есть просто там, я просчитывал, прием таблеток от давления, это один симптом, который может быть нарушен в теле, это где-то хорошим преобразом, около 100 долларов в месяц. И так на всю жизнь. Всю жизнь человек должен в год 1200 долларов, за 10 лет 12 тысяч долларов, он должен вложить. Причем таблетки, они просто будут снижать на время давление, но не делать его здоровее, счастливее. Поэтому намного выгоднее, конечно, вылечить этот симптом, понять, почему он возник, и болезнь просто уйдет. И что сейчас вообще медицина потеряла человека 100 лет назад, когда начали делить все органы, вот как на этой картинке мы покажем, что там слепых людей закрыли, ну, закрыли им глаза и подвели к слону, и каждый описывал, что такое здоровье, да, что такое слон. Каждый специалист ищет свои заболевания, к нему приходите, он говорит, что у вас заболевания нет, идите к другому. И вот так вот, такая вот сейчас система. Что же говорили наши мудрецы, врачи древности? Вот Гиппократ говорил, интересно, мне нравится эта фраза, что медицина есть введение и введение. То есть доктор должен убавить то, что не нужно, и потом только вводить. У нас же сейчас, конечно, упор делается сразу же на введение таблеток, препаратов, капельниц, и вот упускает этот важный этап, как введение из организма ненужных токсических веществ. То, что в принципе является основой натуропатии. В основе натуропатии лежат законы природы. То есть вот так вот функционирует природа у человека, и зная, как это функционировать, можно, конечно же, используя эту силу законов, соблюдать, восстанавливать свое здоровье. И еще одной целью натуропатии является не просто вылечить человека, чтобы ему не болело, а дать энергию человеку, дать ему ясный ум, дать счастье. Вот в аюрведе вообще цель – это сделать человека счастливым. Вот такая вот цель. То есть пациент приходит к врачу с какой-то жалобой, а врач не только телесные недуги устраняет, а еще и обучает человека, как быть счастливым и снова не заболеть. Что же сейчас по современным нашим болезням? В основном это болезни накопления. Болезни накопления – это и переедание идет, и люди не знают о чистках, не все соблюдают посты. Что это приводит к чему? К тому, что нарушается кислотно-щелочной баланс в теле, в сторону кислых продуктов. И в этой среде замедляется течение крови, лимфа становится более густой, снижается иммунитет. И вот эта таблица вообще заболеваний, которые придумал немецкий врач Реки-Век, вот прям все заболевания, они описаны как развивающаяся интоксикация в теле. В зависимости от того, где скапливается токсин, возникает тот или иной ярлык диагноз. Сначала в крови, потом в лимфе, потом внутриклеточно. И потом уже, вот когда меняется сама ДНК клетки, то клетка не способна к регенерации, она умирает. И вот такие тяжелые медицинские болезни, там ревматоидные альтрии, там милоидозы, циррозы, это как раз признаки вот этих далеко запущенных интоксикаций, которые вовремя не восстановили, не вывели токсин, а просто залечивали. Ну, те же, допустим, из жизни люди, которые злоупотребляют алкоголем, пьют, 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 а потом цирроз печени. Вот этот излишек спиртов и там другие есть яды, они настолько переполняют клетки печени, что клеточки просто уже отмирают, возникают циррозы, замещение соединенной ткани. Вот. И очищение организма. Сейчас уже врачи к этому приходят, уже появляются уже лет как 10-15 разные центры здоровья, по очищению организма, очищению печени. Я сам работал в таком центре, в Кущей Водице, в Кончезаспе, где признается, что надо делать эти чистки, очищение, это здорово. Я считаю, что я обучаю своих пациентов на курсе лечения, что это как самому это делать. Вот, допустим, если этого накапливается жир, вот часто сейчас проблема, цивилизованное общество, доступна еда, много рафинированной еды, накопление висцерального жира, это допускает целый каскад реакций и болезней. Вот только наличие лишнего веса, кажется, ну лишний вес, но на самом деле это приводит и к системным заболеваниям суставов и отраслирозу, и повышается эстроген, и диабету, и к росту артериального давления. Вот почему важно иметь нормальный вес. Поэтому нужно научиться чистить свой организм, свою биомашину, обслуживать ее. В натуропатии есть основные принципы, это успокоение, очищение, питание. Надо проводить детоксикацию организма. И здоровье, мне понравилась фраза, хорошее здоровье, это как пламя костра, которое постоянно нужно поддерживать. Это должно стать образом жизни, а не просто однократным действием. То есть я пациенту говорю, ну раз вы уже сейчас подсчитались, проголодали, попили препараты, уже потратили, то давайте уже не засорять снова организм. Давайте вот привычка, это вот месяц стоит выждать. Привычка формируется, и в принципе люди уже закрепляются, им уже нравится, чувствуют себя энергичным. И вот посмотрите, вот люди, которые прошли чистку, прошли, перешли на более правильное питание, как они поменялись. То есть можно изменить свои привычки, меняется просто даже судьба человека. И множество есть еще информации, просто ограниченного времени, у нас осталось буквально 15 минут. Пожалуйста, есть мои бесплатные лекции, статьи на канале YouTube. Вот есть ссылочка на приглашаемую свою страничку в Facebook. Тоже постоянно выкладываю новые медицинские статьи, опыты из лечения. Просто в Google вводите доктора Олега Мчаренко, открывается сайт VRTS, там есть ссылочки, контакты. Вот. Ну, если вы уже хочется уже профессионально не делать ошибок с кем-то, пройти эту очистку, есть вот такой курс, онлайн-курс, я его разработал два года назад, просто выложил поурочно на онлайн писание заданий, теоретическую часть и даю задание, что как делать. Курс рассчитан на три недели, и человек, где-то три урока в неделю он проходит, есть четкие инструкции, что покупать, что как делать, вот он делает такой курс очищения организма, базовый, то, что я уже 18 лет использую со своими пациентами. Потому что те, кто посмотрят сейчас вебинар, понятно, что многие из них не из Киева, что если в Киеве, пожалуйста, приходите в кабинет, сделаю диагностику, выставим диагноз и можно вас прилечить. Но кто-то живет за границей, кто-то живет в таких городах или в удаленных пунктах населенных, где нет специалистов, нет у врачей, нет диагностики, той же ВЕГА-тест. И вот сейчас онлайн-технологии позволяют все это делать дистанционно. Следующий шаг это пройти онлайн-курс или индивидуально, или в мини-группе, где я это все детально проговорю, буду давать методички, давать видео обучающие свои, где вы вот освоите, как правильно питаться, очищаться, что нужно знать, чтобы не заболеть, причины распространенных заболеваний и как грамотно заниматься самолечением. То есть в принципе самолечением, везде в рекламе препаратов пишут, не занимайтесь самолечением, это правильно. То есть самому себе назначать серьезные аппараты и препарата не нужно. Но самолечение в плане уходом за тело, гигиены, это обязательно, это должен знать каждый человек, ну делать это грамотно. Программа рассчитана на полтора месяца, встречаемся тоже онлайн каждую неделю, занятие длится два часа и еще в течение месяца бесплатная поддержка. И вы можете кто закончит курс, у меня уже несколько выпусков было пациентов, групп, может человек получает сертификат, он может консультировать других людей, либо членов своих семьи, либо если это, скажем, ему нравится медицина, но нет возможности пройти в медицинский институт, это уже какой-то документ, сертификат, который, ну, какое-то базисное знание, авторитетное, он получил от врача, не просто там книжку прочитал. Также есть возможность постажироваться в нашем кабинете, правда, в городе Киеве приезжайте, посидеть с врачом, понаблюдать, как мы работаем, самому пройти диагностику, лечение, вот на себе испытать. вот, так что, такие вот есть варианты, ну, стоимость сейчас учиться на медицинском институте за границей около 30-40 тысяч долларов, вот в Украине около 10 тысяч долларов выходит за 6 лет своей жизни отдать. У нас вот такая цена, ну, 350 евро, и то, если человек платит сразу же за весь курс, то дать 10-процентная скидка. Это возможность пройти обучение в мини-группе. Такие группы я провожу где-то 3 раза в году, весна, осень и летом, по мере набора группы. Либо пройти индивидуально тоже можно. Идем дальше. По поводу еще был анонс диагностики, самодиагностики. Действительно, диагностика, ну, важна без правильного диагноза, сложно вылечить уже развившуюся болезнь. Понятно, если просто взять очистку организма, можно очищаться, даже, скажем, при любом диагнозе. Но когда уже есть какая-то болезнь, то лучше все-таки понять, что не хватает организму, какие есть инфекции, какие нарушены гормоны. И с помощью различных методик их существует огромное количество. Я люблю регуляционную медицину, биорезонанс, медицину низких доз, фитотерапию, гомеопатию. Вот такие методы, они шикарно работают. И получается, вылечивает людей, которые традиционная медицина с мощными их фармакопрепаратами не сработала. У них доступные натуропатические средства сработали. можно можете почитать мои статьи, там примеры из лечения и отзывы пациентов. Посмотреть. По диагностике кто-то захочет идти дальше, глубже, или кто-то иметь медицинское образование. Диагностика Вегатест, я считаю, это вообще очень топовая, очень удобная, эффективная система, которая позволяет быстро продиагностировать человека. Есть также более доступные и простые методы по электрокардиографии, изучение вариабельности ритма, называется прибор Лотос, пройти обследование и понять, что за пациент, какая динамика в лечении. Хорошие сейчас приборчики вышли компактные Биомедис Тринити, вот в таком компактном приборе заложено больше 2000 частот, и вот эти частоты они регулируют организм при различных заболеваний. Вот смотрите, привожу пример, какой огромный перечень болезней, то есть вы можете ну даже где-то самолечением, ну как помощь, лучше конечно с врачом, но если нет такой возможности, дорогу где-то взяли, нет препарата, вот в приборчике можно включить нужную частоту и отрегулировать работу органа и станет легче. Индукционные программы, вот, в чем мы поговорим об истории методика, правила тестирования, как снимать блокады, как проводить бризонансное лечение, но это уже кому, это более узкое, чем натуропатия, пишите мне в скайпе или в вайбере, или в принципе все это информация есть на сайте, я много выкладывал роликов, у меня уже более 20 человек прошло обучение, вот я в Германии был, вот это в Украине приезжал, кстати, не врач парень, вот с любого возраста приезжают люди, кто заинтересовывается своим здоровьем, вот это я был в Польше проводил обучение в центре здоровья, вот это я был в Азии обучал докторов, докторов и выдается конечно сертификаты и потом поддержка врача курса повышения квалификации, в принципе задавайте, вот я то, что хотел обзорно я рассказал, познакомил вас вообще с возможностями натуропатии, диагностики, задавайте вопросы в чате, более подробная информация есть на моем сайте www.vrtest.kyf.ru вау